В Минске дали старт шестому Всебелорусскому народному собранию. Участники обсудят направление общественно-политического развития. Главный форум собрал почти 3000 человек. Это представители всех регионов страны, разных профессий и сфер деятельности. Больше всего среди делегатов мужчин – почти 64%. Массовая вакцинация от COVID-19 станет возможна в Беларуси в конце марта. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пеневич. Голова ведомства подчеркнул, что в страну поступила очередная партия спутника ВИ – 40 тысяч вакцин. А в следующем месяце планируется масштабный выход препарата отечественного производства. Накануне спасатели боролись с огненной стихией в Тугулице. Как выяснилось позже, хозяйка протапливала буржуйку в госпостройке. Отвлеклась. Через некоторое время пошел дым. Самостоятельно справиться с ЧП не удалось. На помощь пришли спасатели. В результате пожара повреждено три квадратных метра перекрытия и кровли. Одна из версий – нарушение правил устройства и эксплуатации печей. В Славинской Поклюке стартовал чемпионат мира по биатлону. Первый комплект наград был разыгран в смешанной эстафете. Лучшими стали норвежцы. Серебро у Австрии замкнули тройку лидеров – шведы. Белорусская команда, в состав которой вошли Антон Смольский, Сергей Бочарников, Елена Крученкина и Динара Олимбекова, заняла 14-е место с двумя штрафными кругами. В пятницу мужчины побегут спринт. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Сегодня будет преобладать облачная погода. По юго-востоку республики ожидается снег временами сильный. Метель на дорогах, снежные заносы, возможно, гололезится. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем – 10-15 градусов мороза.